Сейчас проблема заключается в том, что возникает размежевание между теми, которые там за прививки, и теми, которые там против прививок. И эти размежевания, они перекидываются на сами наши христианские общины, на наши православные сообщества. И это, конечно, совершенно недопустимо. Я приведу такой пример. О постах сказано очень серьёзно в Священном Писании не один раз. Но в то же время сказано, кто постится, не осуждает того, кто не постится. Кто не постится, не осуждает того, кто постится. Ибо тот, кто постится, для Господа постится. А кто не постится, для Господа не постится. И в Писании есть такой принцип, если брат твой соблазняется от чего-то, то лучше от этого отказаться. Апостол Павел отказался и от вина, и от мясной пищи ради немощных братьев по вере, чтобы никак их вот эти чувства больше эстетически, скажем так, не оскорбить. Ну вот в этом шуме, скажем, в этой панике в ходе пандемии есть и клевета, есть и ложь, есть какие-то откровенно оскорбительные высказывания в отношении людей, которые делают прививки, в отношении врачей даже. Так вот, на ваш взгляд, как мы можем и можем ли преодолеть эту рознь и расприю, как внутри церкви, как в обществе светском? Какие рычаги, что ли, регулирования вот этой ситуации нам доступны? Я помню, когда в советское время была вот эта прививка от завезенной инфекции, ОСП, то те же самые настроения. Но тогда церковь и религиозные люди, они не имели интернета и средства массовой информации. Но было то же самое ожидание, что все, конец света. И я помню, как моя бабушка, она говорила, надо приготовить вещи, когда нас погонят в Сибирь, чтобы вот детский комплект был упакован там для взрослых, для каждого члена семьи. Все это вскоре кончилось, когда проблема локализовалась, и все забыли об этих переживаниях, о этих настроениях. Людям иногда кажется, что вот что-то новое. На самом деле, как говорит премудрый Соломон, не верь, это забытое старое.